всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я вам предлагаю связать набор вот таких корзинок говорю набор потому что сейчас мы будем вязать вторую корзинку то есть одна корзинка у меня уже готова в ней даже поселились свои жители вторую картинку мы будем вязать с вами вместе похожие корзинки есть в икее там они стоят конечно очень дорого и когда я проходила мимо них всегда думала как они мне нравятся но моя внутренняя жаба говорила мне зачем ты будешь тратить деньги ты ведь сама сможешь такое легко связать и действительно сегодня мы с вами их свяжем теперь давайте поговорим о том что же нам понадобится для данного мастер-класса смотрите вязать мы будем из полиэфирного шнура карамель толщина этого шнура 5 миллиметров в одном вот такой в одной упаковке 75 метров и вес его 200 грамм смотрите вот на эту корзинку ушел ровно один моток то есть из 2 но . я сейчас хочу связать корзинку поменьше и возможно потом у меня останется материал на какую-то салфеточку маленькую для оформления я как вы видите выбрала вот такие вот бирочки хендмейт все материалы которые я буду использовать мастер-классе я покупала на сайте пряжа центр рф и сейчас вы видите на экране промо код по которому вы получите 10 процентов скидки то есть если при оформлении заказа вы укажете в поле промо код вот эти цифры 30 86 сайт вам автоматически пересчитают сумму покупки и снизит ее на 10 процентов ссылочку как всегда вы найдете под этим видео так что переходите на сайт делайте заказ получаете скидку и будем вместе вязать вот эти прекрасные корзинки какие понадобятся инструменты я вязала крючком 4 миллиметра думаю видно да также понадобится крючок поменьше у меня вот тут два миллиметра крючок для того чтобы заправить хвостики можно будет в принципе воспользоваться иглой с большим ушком смотрите как вам удобно если мы работаем с полиэфирным шнуром то нам обязательно нужна зажигалка для того чтобы подпаливать кончики шнура иначе он будет распускаться но и ножницы вот такие инструменты вам надо приготовить и в принципе можно начинать вязать и перед началом работы такое маленькое отступление рекомендация смотрите шнурок имеет плоскую форму если мы будем осуществлять подачу вот так вот снизу вверх то он у нас начнет вот таким образом перекручиваться и вот чтобы шнурок не перекручивался нужно подавать нить вот так вот чтобы клубок крутился они снизу вверх да ведь он спиральки закручивается можно вот какую-то такую подставочку которая есть профессиональные подставки для пряжи у меня это нижняя часть покажу спиннер для бисера я использую она хорошо крутится мне удобно с ней работать можно какую-то корзиночку взять да ваш клубочек будет лежать на месте и таким образом вы будете подтягивать ниточку вот обязательно продумайте этот момент потому что если шнурок будет у вас перекручены изделия будет выглядеть не очень красиво итак начинаем вязать да кстати я забыла про маркеры сказать приготовьте еще маркеры нам они сейчас понадобятся смотрите начинаем вязание с петли амигуруми то есть вот таким образом по круг двух пальчиков обкрутили нить достали петлю придерживаем все я вот снимаю вот она петля амигуруми и провязываем через эту петлю петлю подъема вот эти вот две петельки они у нас образовали первый столбик и всего мы сейчас провяжем 6 столбиков без накида с учетом вот этого первого то 2 3 4 5 и 6 теперь мы вот за этот хвостик подтягиваем кольцо и нам сейчас нужно будет соединить вязание в круг находим первую петлю вот эти вот две дольки косички и сюда заводим все вот такой вот кружочек у нас получился это первый ряд во втором ряду мы свяжем в каждую петлю по два столбика без накида делаем петлю подъема петля подъема это у нас будет первый столбик сюда же я захожу крючком провязываю второй столбик следующую петлю заводим крючок под обе дольки косички провязываем первый столбик и сюда же второй и того это у нас 4 в каждую петлю провязываем по два столбика всего должно быть 12 столбиков вот у меня 12 столбиков провязана я в первую петлю снова завожу крючок достаю рабочую нить и делаю соединительный столбик то есть соединение ряда мы с вами сделали теперь смотрите нам с вами нужно распределить эти 12 петель на 4 части и теперь нам с вами понадобятся маркеры допустим это у нас будет первая петля на 4 равных части 2 3 пропускаем четвертую вешаем 5 6 пропускаем седьмую вешаем 8 9 пропускаем в десятую вешаем и вот у нас 11 12 петли таким образом мы с вами распределили 12 петель на 4 части и вот в этих вот петлях где у нас находятся маркеры мы будем формировать углы будущего квадрата то есть корзинка у нас имеет квадратную форму и здесь мы будем формировать углы провязываем петлю подъема и вот в эту петлю маркер я пока снимаю провязываем 3 столбика без накида 1 2 и 3 вот сейчас пока я помню что я провязала вот эти три столбика вот сюда возвращаем маркер то есть в следующем ряду точно так же три столбика я провяжу уже вот в эту петлю далее вот эти две мы проходим просто по одному столбику сюда провязываем а вот в эту петлю снова я пока снимаю маркер провязываю 3 столбика без накида 2 и 3 вот у меня угловая петля вот из трех средняя на нее я вешаю маркер снова провязываю по одному столбику свободные петли то есть который у нас без маркеров в эту петлю провязываю провязываю три столбика 1 2 и 3 маркер вешаю вот сюда видите уже появляются у нас такие уголки здесь точно также я уж провяжу этот ряд до конца с вами снимаю последний маркер и в эту петлю провязываю три столбика 1 2 и 3 маркер возвращаю далее этот ряд я довязываю два столбика так и делаю соединительный столбик вот в эту петлю то есть вы сами видите да принципе уже прорисовываются квадрат продолжать вязать мы с вами будем точно так же то есть я сейчас провязала первый ряд 2 и 3 здесь у меня был маркер я сюда провязываю три столбика без накида возвращаю маркер на место вот в эту петлю в угловую далее провязываю все столбики вернее все петли которые у нас без маркеров я провязываю в них по одному столбику без накида и когда мы снова дошли до угла здесь снимаем маркер и вот в эту петлю провязываю три столбика без накида и 3 и смотрите таким образом вяжутся все ряды в квадрате то есть в те петли где у нас ты от маркер мы вяжем по три столбика не забываем вернуть его на среднюю петлю а все остальные петли вот они до 1 2 3 4 петли в этом ряду мы провязываем по одному столбику то есть сколько будет вот таких вот свободных петель в каждую вяжем столбики провязываем по три петли только угловые петли и таким образом у вас сформируется квадрат и смотрите если вам видно да вот вот я вязала вот эту первую корзинку по спирали то есть я не делал никаких столбиков соединения и петель подъема вот так вот просто у меня шло вязание по спиральке от начала до самого конца и корзинка как вы видите смотрится в принципе ровно идеально то есть можно просто повешать маркеры и при помощи маркеров считать где у нас какие углы но вот этой корзинке у меня связано на 1 2 3 4 5 6 7 7 рядов от учета этого первого и но у меня равно где-то 14 сантиметров то есть каждый ряд примерно занимает по одному сантиметру следующую корзинку я планирую связать на два ряда поменьше и посмотрю сколько у меня останется в остатке шнура может быть еще и третье выйдет то есть сейчас я довязываю вот этот четвертый ряд и вижу еще один пятый и возвращаюсь к вам показываю как вязать стенки для такой корзинки и так я связала свое дно вот она у меня донышко из 5 из рядов и она у меня получается где-то примерно 10 сантиметров будет теперь у нас будет провязываться следующий ряд это первый ряд стенок и для того чтобы вот здесь вот хорошо и красиво стеночки у нас с вами начали образовываться но нужно провязать углы определенным образом сейчас я снимаю вот этот маркер угловой до маркер начала ряда и теперь давайте разглядим наши столбики вот они три столбика провязаны в одну петлю 1 2 и 3 и посмотрите между ними две петли вот эти две петли нам сейчас и нужны будут и теперь смотрите вот в первую завожу петлю достаю рабочую нить две петли на крючке до следующую петлю также завожу крючок и достаю рабочую нить и сейчас вот эту вот крайнюю петлю скидываю и придерживаю а вот эти две я провязываю столбик без накида теперь снова подцепляю эту третью петельку и еще раз провязываю таким образом у нас получилось что вот как бы уголочек тут сформировался все в принципе можно сейчас пока не вешать маркеры или можно давно путь допустим один зеленый повешать мы будем знать что это у нас начало ряда все остальные петли мы провязываем по одному столбику без накида и смотрите я специально взяла крючок побольше то есть сейчас я вижу пятым номером для того чтобы у меня ну так сказать более симпатичные были столбики вот в стеночках вот ведь они такие попухлей немножко получаются и как мы их провязываем я достаю ниточку и вытягиваю ее по длине и то есть здесь у меня петля не расхлябанная чтобы ничего не растянулась а вот сама петля которая формирует уже столбик да я ее вытаскиваю по длине и и когда я провязываю столбик такой пухлявенький получается все дошли до следующего угла смотрим где у нас тут три столбика вот они две петли которые нам сейчас нужны из одной достали нить из другой 3 петли на крючке одну скинули придерживаем провязали сначала вот эти две подняли третью петлю провязали вот эти две все мы сформировали второй угол и так мы продолжаем формировать стеночки корзинки в принципе можно остановиться на той высоте на которой вы хотите я сама еще не знаю на какой высоте остановлюсь вот и я специально включилась для того чтобы сказать что углы мы провязываем точно так же как все остальные столбики то есть здесь уже никаких хитрости нету просто вяжем с каждую петлю по одному столбику без накида так смотрите я решила остановиться на так раз два три 4 5 рядов у меня дно раз два три 4 5 6 на 6 рядах то есть я примерила к этой корзинки она у меня как раз примерно вровень тем более тут размер меньше мне 6 рядов хватит в этой корзинке 7 рядов до того как мы будем вязать отгиб и теперь смотрите что нужно сделать нужно найти визуально уголки вот смотрим где мы здесь провязывали уголок вот как каждый уголок находим до у донышка все вот так вот расправьте сформируйте и визуально найдите петлю которую у вас является угловой вот это например да сейчас потянула может быть даже вот это сейчас посмотрим в общем надо сейчас все четыре угла найти и расставить здесь маркер и так было я нашла у меня всего 36 петель между маркерами обязательно просчитайте сколько у вас петель их должно быть одинаковое количество и вот здесь вот я бы сказала видите он как бы просится уголок то вот сюда вот он угловой столбик и вот две петли вот одна вот вторая мы будем вот в эти две петли сейчас провязывать прибавки для того чтобы у нас корзинка удобно и хорошо загибалась и так здесь у меня уже сделана петля подъема начало ряда даже не смотрите на него потому что при таком вязание она уходит немножко в сторону и поэтому надо будет визуально все уголочки найти и так вяжем значит мы с вами до угла так вот такие петли лучше не оставлять их подтягивать вытягиваем только те которые у нас формируют столбик так вот мы дошли до угла я снимаю этот маркер запомнила где у меня вот две петли которые мне необходимы и сейчас в каждую из этих петель провязываем по 2 столбика и в следующий также 2 столбика все дальше вяжем до следующего угла вот дошли до уголка снимаю маркер нам больше не нужно и вот в эти две петли провязываем по 2 столбика за счет того что мы тут прибавили столбики у нас отворот будет легко ложится у верху нашей корзинки и так сформировали уголочки для отворотов эти они прям сами стали проситься до отгибаются здесь и еще провязываем два или три ряда в зависимости от того какой высоты у вас корзинка как визуально вам видится вот насколько вот этот отворот у вас должен быть сделан здесь я провязывала три ряда после вот этого ряда то есть это уже 4 и так смотрите я провязала два ряда после того как мы сформировали стеночки отгибаем формируем и смотрите что получится да вполне достаточно этих двух рядов смотрите как она хорошо красиво складывается в эту корзинку и теперь последний ряд у нас остается я предлагаю сделать обвязку можно в принципе оставить так но я бы все-таки сделала так петельку которая у нас осталась вытягиваем на другую сторону то есть вот таким мы вязали вот так с вами до теперь разворачиваем и изнутри корзинки так сказать начинаем делать обвязку обвязку мы будем делать соединительными столбиками вот так вот по краешку это у нас как раз когда мы вывернем корзиночку это будет лицевая сторона все продолжаем так до конца ряда и в принципе наша корзинка с вами готова я надеюсь вы поняли да что все зависит от того сколько рядочков вы свяжете для донышка от этого зависит размер корзинки я связала у маленькой корзинки 5 рядов круговых там 7 то есть если хотите третью корзинку еще больше тогда нужно будет связать 9 рядов вот у вас будет красивый хороший набор и так дошли до конца ряда сейчас делаем соединительную петлю обрезаем шнур конечно же мы его припалим сейчас вытягиваем петельку наружу берем тоненький крючок заводим соседнюю косичку и выводим ниточку туда же где у нас откуда она выходит вот сюда все у нас получилось ровно красиво соединение смотреть то есть осталось нам с вами решить бирку кстати такой маленький лайфхак если не найдете не так нужного цвета до пока не полили шнурочек здесь можно распустить обычно хорошо распускается какой-то узелок завязался вот распускается ниточка вдеваете в иголку и я вот так вот пришивала видите цвет не так не отличается совершенно так как спрятать я думаю вы разберетесь в ближайшие какие-то петли мы будем с вами ниточку я повторюсь можно взять иголку большим ушком и при помощи этой иглы спрятать вот можно вот так вот тонким крючком все прячем ближайших столбиков чтобы не было видно ее и точно также сейчас выворачиваем в корзинку и вот здесь вот в ближайших столбиках прячем начальный хвостик нить и теперь смотрите у меня для вас небольшой сюрприз после того как я закончила вторую корзинку я посмотрел что у меня осталось достаточно много нити я даже взвесила остаток и в остатке у меня оставалось 70 с чем-то грамм то есть на корзинку ушло примерно 130 70 у меня осталось я решила рискнуть и посмотрите и я связала еще одну вот это вот малюсичку то есть у меня теперь полный набор из трех корзинок то есть вот такие вот матрешки которые могут спрятаться друг в дружку смотрите какая красота какая прелесть мне самой не так сильно нравится что я не могу на них наглядеться и еще раз повторяю что на данный набор ушло ровно два матка пряжек карамель вот правда есть небольшой остаточек это от одной корзинки а остаток был вот этот вот по моему да и это вот от 3 корзинки уже остался тут примерно метр на мой взгляд очень хорошо смотрится вот эти вот бирки бирки я брала напоминаю также в магазине пряжи центр рф оставлю вам ссылочку на этот набор мне он прям очень понравился выглядит достаточно стильно ну что ж я надеюсь что вам понравились мои корзинки мастер-класс был для вас доступен переходите по ссылке заказывайте материалы не забывайте использовать промокод 3086 для того чтобы получить скидочку сейчас действует на сайте скидка целых 10 процентов так что успевайте но у меня на сегодня все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока